Добрый вечер, дорогие друзья! Я надеюсь, что в данный момент у вас тоже вечер и вы можете, спокойно откинув все свои домашние дела, налив себе чашечку чая теплого, горячего или кофе, взять вкусняшки и погрузиться со мной в атмосферу детства. И я неспроста сказал ключевое слово «детство», потому что сейчас я буду вспоминать кое-что из того творчества, которое повлияло на мою жизнь. И мало ли, если кто-то из вас не видел этих прекрасных фильмов, а говорить мы будем о них, то обязательно посмотрите. Фильмы я буду перечислять в разнобой. Некоторые вышли давным-давно, а некоторые вышли совсем недавно. Но что объединяет все эти прекрасные гиноленты? Все эти фильмы, дорогие друзья, о животных. Нет, это не документальные фильмы в стиле BBC, когда рассказывается, что лев съел зебру и еще что-то. Нет, ни в коем случае. Это художественные произведения, которые шли в кинотеатрах, а некоторые выходили сразу на видео. Знаете, в чем интерес? Многие из этих фильмов я смотрел еще юным. И тогда они действительно выходили в кино. И это были конец 80-х, 90-е. Эти фильмы снимались. То есть каждый ребенок мог выбрать, что ему посмотреть. То сейчас, в нынешнее время, про животных фактически ничего не выходит. Один фильм в пару лет, если повезет. Вот так. К сожалению, детская аудитория смотрит сейчас совсем другие фильмы. Не то, что было в моем детстве. Дорогие мои сверстники, те, кто у меня старше, те, кто младше, у кого есть дети, в первую очередь я хочу посоветовать эти фильмы именно для ваших детей. Потому что мои дети растут и будут расти именно на этих добрых фильмах, чтобы приучить их к добру и научить уважать и любить живой мир. Но знаете, я советую эти фильмы не только детям, а даже вам. Если вам 30 лет или 40 или даже 70, я все равно вам их советую. Если вдруг вы их не видели, уверяю вас, сердце обязательно растопится, а душа станет ближе к солнцу. Хочу, чтобы кусочек доброты в этот вечер поселился в вашем сердце. Давайте не будем тянуть и начнем. Фильмы буду называть вразнобой. Некоторые из них я видел в детстве, некоторые в юношестве, а некоторые посмотрел только недавно. Ну что ж, поехали. Это мой список, так сказать, топ фильмов о животных, которые мне очень нравятся. И которые я бы хотел, чтобы вы посмотрели. Хотя многие, наверное, их видели, но тем не менее. Сразу оговорюсь, дорогие друзья, очень важно. Есть фильмы о животных, о природе, тоже художественные, с применением компьютерных технологий. По типу «Жизнь Пи», по типу «Книга джунглей». Это фильмы, которые выходили относительно недавно. Сразу скажу, эти фильмы я советовать не буду. Вы спросите, ну как же так? Какие красивые фильмы, какие съемки? Дело в том, что там используется компьютерная графика в большинстве случаев и не снимаются настоящие актеры-животные. Из-за этого даже вот с грустными сценами, да, в этих фильмах, когда страдают животные или когда человек их спасает, ну очень трудно проникнуться жалостью, да, и пожалеть этих животных. Потому что ты понимаешь, что это все не по-настоящему. Да, фильмы, безусловно, очень хороши. Например, «Жизнь Пи», «Книга джунглей», что там еще есть. 3D-графика и ничего больше. Ну что ж, поехали по фильмам, которые меня впечатлили. У меня здесь небольшой список, я думаю, вы не против, потому что все держать в голове очень трудно. Так, не по порядку, разные годы выхода, но тем не менее. И это не топ от самого худшего к лучшему. Это просто все фильмы, которые мне очень понравились. Так, начнем с прекрасного фильма «Собачья жизнь». Эти фильмы вышли относительно недавно, в двух частях. Первая, потом вторая. Вторая часть является прямым продолжением первой части, и я рекомендую смотреть их строго по порядку. Прекрасные фильмы. Но вот не знаю, рассказывать вам сюжет или нет, смысла, наверное, нет. Давайте хотя бы вкратце. Это про жизнь собаки, которая, стремясь быть с ее хозяином, путешествует из одного тела в другое. Да, звучит очень странно, но посмотрите, дорогие друзья, что после первой части, что после второй я не мог сдержать своих слез. Да, вот сидит перед вами такой дядька в щетине, который такой... Ну вот, да, фильмы о животных – это единственное, что меня заставляет вообще плакать, как смазливую девчонку. Но я этого не стесняюсь абсолютно. Так, дальше, дорогие друзья. Нос чешется. Вроде не пью, а чешется нос. А, выходные лишь. Хатика. Самый верный друг. Ну, кто не слышал о Хатика, да? Может быть, не смотрели, но видели много шуток в интернете, мема, там, типа, «Я не плакал так с момента выхода Хатика». Или «Я плакал только на Хатика так сильно». Интересно то, что Хатика, мы говорим сейчас про американскую версию, это ремейк старого японского фильма. Его я вам советовать не буду, но сам с ним ознакомился. Вы скажете, а почему же ты не советуешь тот оригинальный фильм японский, «Первый источник»? Ну, дело в том, что он не вызвал у меня тех эмоций, которые вызвал вот эта вот более современная версия с Ричардом Гиром. Прекрасный фильм, прекрасная игра актера Ричарда Гира, и, конечно, умилительная собака Акито, да, которая сыграла главную роль. Правильно, Акито же, да, порода. Ну, историю Хатика, я думаю, рассказывать смысла нет. Это про собаку, которая ждала своего хозяина. Посмотрите обязательно, покажите детям, посмотрите сами, и готовьте коробочку носовых платков в финале. Следующее. «Воды слонам». Очень хороший фильм про цирк, про то, как там издеваются над животными. Но вы не переживайте, я еще раз повторюсь, весь этот список – это художественные фильмы, то есть никаких настоящих съемок, как в документалке, да, расчленения, умертвления животных там нет. Ну, очень нехорошо сыграли слоны, очень хорошо сыграли актеры. Советую посмотреть хороший фильм «Воды слонам». Итак, следующий фильм. Здесь уже не драма, можно отдохнуть, можно взять вкусняшки и расслабиться. «Мой парень из зоопарка». Легкая комедия про то, как мужчина, работая в зоопарке, да, он не получает больших денег, он не супер там звезда, за которым бегают девушки, но именно в зоопарке он нашел любовь всей своей жизни. Как здорово, когда люди по интересам сходятся. В общем, легкая комедия. Вообще, не напрягаясь, никакие животные там не страдают, все хорошо. Ну, советую, мой парень из зоопарка. Это прям как я, из зоопарка. Следующий фильм, две части, довольно-таки старая картина, но очень хорошая. «Бэйб». Еще на видеокассетах, там у нас было старое название, как «Четвереногий малыш». Ну, вот так вот. Помните, кассеты, видео, их подписывали как могли, то есть разными названиями. Да, «Бэйб» — это фильм в двух частях про свинью, которая пасла овец, которая хотела научиться пасти, а потом их пасла. Я думаю, нет смысла раскрывать все детали, иначе вам будет неинтересно. Советую посмотреть обе части. Следующий фильм, тоже такая драма, смотрится тяжело. Есть трагичные моменты, друзья. Я представляю вам, как будто мой фильм, да, «Белый плен». Про западню, как собаки, хаски, попали в условиях Крайнего Севера, в тяжелую жизненную ситуацию, и их покинули люди. Но пришлось так сделать, и собаки выживали некоторое время. Да, вы скажете, «Хаски — это собаки для мороза, им вообще все нипочем». Но там были действительно жестокие условия. Фильм очень интересный, фильм напряженный. Я думаю, тоже придется и поплакать. Знаете, хоть я и говорю, что здесь вот есть такие легкие комедии по типу, да, по типу того же самого «Бэйб», «Мой парень из зоопарка», ну, вообще слезу пробивает, в принципе, каждый фильм. И в первую очередь, потому что там есть животные. Вот. В общем, да, «Белый плен», конечно же, советую. Прекрасный фильм. Так, дорогие друзья, следующий фильм из нашего списка «Марли и я». Прекрасная семейная картина про собаку и про ее семью. Мужчину, женщину и детей. Сюжет вроде как бытовой, просто семейная жизнь, работа, но вместе с этим пару всегда, пару их детей всегда сопровождает рядом их верный пес. То есть, концовка тоже немножко грустная. Но я сказал, несмотря на то, что многие фильмы здесь комедия, тяжело на них не плакать, потому что там участвуют животные. А когда мы смотрим на животных, даже в самый умилительный момент, мы все плачем, как девочки. Вот. Очень хороший фильм, советую. «Марли и я». Следующий прекрасный фильм из этого списка «Мы купили зоопарк». Знаете, это немножко моя мечта. Правда, в условиях жизни моей страны мне будет трудно это сделать. Про мужчину, который, сам того не зная, так вышло, купил земли и к этим землям прилагался зоопарк. И потом, набрав команду, они сделали из этого, ну как, зоопарк был в ужасном состоянии. Они сделали очень хорошее заведение, все там быстрое или... Но там нет такого, что вот заработок денег, зоопарк показан как удивительное место, где каждый сотрудник любит животных, которые там живут. Хороший фильм, советую. «Мы купили зоопарк». Следующие два фильма, две части, довольно-таки старые, но как же я их люблю. И, конечно же, плакал, особенно в первой части. К9 и К911. Про лейтенанта полиции и его верного пса. Немецкая овчарка, да, порода? Жерри Ли. Прекрасно. Плечом к плечу, стряски с бандитами, в общем, комедийные ситуации, драма, как же без этого, стрельба, погони. Сравнивать с русскими сериалами по Рексу и еще по чем-то, по Мухтарам, я не могу. Мне не очень нравится современный русский кинематограф. Об отечественных фильмах про животных я молчу. Это шедевры, о них мы поговорим попозже. Обязательно поговорим. В общем, К9 и К911 я советую. Прекрасные фильмы. Да я вообще все советую фильмы из этого списка. Иначе бы я его не распечатал. Дорогие друзья, следующие две комедии. Доктор Дулиттл или Дулиттл, да, не стоит путать с новым фильмом, который с Робертом Дауни-младшим. Фильм получился так себе. А это старые фильмы с, как сказать, с Доктором Дулиттлом, с Эдди Мерфи в главной роли. Прекрасные комедии. Готовьтесь хвататься за животы. И дубляж там, в принципе, неплохой. Хотя мне больше нравится фильмы смотреть в оригинальной звуковой дорожке с русскими субтитрами. Ну что, про доктора, как говорится, про американскую версию нашего доктора Айболита, который обнаружил в себе умения и силы нет, не это, а общаться с животными. Хорошие фильмы рекомендую. Еще один прекрасный фильм из детства, из далекого детства. Лесси. Лесси, да, про собак, Коли. Есть тоже несколько вариантов этого фильма, извиняюсь, ремейк, оригинал. В принципе, все фильмы хорошие, можете смотреть все. И также есть сериал Лесси, он тоже прекрасный, про добрую собаку, которая помогает выпутываться из проблем людям, которые ее окружают. Хороший фильм. Следующий фильм «Отель для собак». В принципе, комедия такая неплохая. Ну, а если быть вкратце, про ребят, которые решили организовать приют для бездомных собак. Ну, насколько я помню, там государство и другие люди пытались им в этом помешать. Хороший фильм, особенно для тех, кто очень неравнодушен к песикам. Ух, это вообще, вот это вот эталон моей юности «Освободите Вилли», при том трилогия. Все три фильма просто прекрасные. Актерский состав не меняется, это самое главное. Об этом мы позже поговорим. Фильмы просто чудесные. Тренированный кит, по-моему, девочка была, я не помню точно, да, тренированный, говорю, да, кит-каскадер, который исполнил роль Вилли, локации съемок, актерская игра, вот сама атмосфера путешествий, про кита, которому хотели дать свободу, про кита, который некоторое время был, который некоторое время играл на выступлениях, но ему, мальчик, который с ним познакомился, хотел дать ему свободу. Ну, зачем я буду вам все это размусоливать? Посмотрите прекрасный фильм, посмотрите сами, покажите своим детям. И, конечно, как только я посмотрел Вилли, Касатка стала одним из моих любимых млекопитающих. Прекрасный фильм. Ну и дальше по списку еще один наравне с филе, я бы сказал, как фильм детства, фильм, который, ну, как не детство, такой, ну, он у меня ассоциируется именно с тем, что я встаю рано утром, воскресенье, еще все спят, я включаю видеомагнитофон, включаю эту свою любимую кассету и смотрю, конечно же, Бетховен в двух частях, просто прекрасная комедия, тоже с элементами драмы, и секрет того, почему мне так нравится этот фильм, я расскажу, у нас дома жил настоящий Бетховен, такая огромная собака по имени Катя, Катенька, да, мы всегда называли ее домашний Бетховен, и уже она была, и только потом я посмотрел этот фильм и такой увидел, это же такая собака, как у нас, да, классно, и всегда смотрел прекрасный про семью, про их собаку и про приключения, в которые впутывается сам пёс Бетховен и его семья, прекрасная вот что ни на есть семейная комедия с элементами драмы, советую, рекомендую, прямо вот сели за столом, дорогие друзья, не знаю, бабушки, дедушки, родители, дети, и смотрите, прекрасно, Бетховен, ну что, почти закончили, дорогие друзья, дорога домой, невероятное путешествие, в двух частях, а вот этот фильм зацепил, знаете, чем, еще давным-давно в юношестве, как здорово натренировали кошку и двух собак, чтобы снять этот шедевр, сюжет банально прост, хозяева уезжают, кошку и двух собак оставляют на передержку, вся эта пушистая троица скучает по хозяевам, сбегают от, как там сейчас в современном мире принято говорить, сбегают от док-ситеров, от тех, кто с ними временно сидит, и убегают искать хозяев, на пути встречается множество приключений, картина завораживает в первую очередь натурными съемками, это же как нужно было и кошку, и двух собак снимать, то в горах, то в полях, то в реке, обалденный фильм, дорогие друзья, и конечно, вы не раз поплачете, я всегда плачу в конце этих фильмов, в конце всех этих фильмов, даже если они добрые, потому что животные. Следующий фильм, не старый, но и не новый, Пеликан, просто, это, кстати, не американское производство, я не помню, чье, про пеликана, который жил, его знал весь маленький городок, и тоже небольшое путешествие, посмотрите, прекрасный фильм, он такой, более спокойный, но не оставляйте его без внимания, хорошее кино. Следующий фильм, также из подраздела с пернатами, летите домой, про девочку, которая нашла гусиное гнездо, а родители гуси покинули это место, потому что произошла вырубка деревьев, лесов, да, и она вылупила гусей, вырастила их, и сделала все для того, чтобы гуси могли мигрировать. Они же перелетные птицы, посмотрите, прекрасный фильм, также я получил невероятное удовольствие, смотрев, как надрессированы животные, это ведь не компьютерная графика, и гуси действительно летали, но не буду раскрывать детали, посмотрите, прекрасный фильм, летите домой. История дельфина, история дельфина, у которого не было хвоста. Не драма, но и не комедия, то есть такое что-то. Тяжело смотреть на дельфина, у которого нет хвоста, ему всячески помогают, там действительно снялся дельфин, у которого нет хвостика, то есть это не наложено, это не спецэффекты, как и есть, да. Ну, в целом, фильм хороший, финал тоже очень хороший, прекрасный фильм, особенно если вы любите китов, дельфинов, вот так же, как Освободите Вилли, то история дельфина вам тоже очень понравится. 101 Далматинца и вторая часть 102 Далматинца. Просто комедия, откинулись на диванчик и посмотрели прекрасный фильм. Очень хороший фильм. Смотрел в кинотеатре один разок, смотрел на видео, несколько раз пересматривал. Да. Это ж нужно было столько пятнистых очаровательных щенков снять в одном фильме. Класс. Ну что, друзья, и закончу я этот список фильмом, который я посмотрел буквально два дня назад, «Невероятный мир глазами Энсо». Про мужчину, гонщика и его верного пса по кличке Энсо. Комедия с кусочками драмы. Конечно, как без этого? И тоже в конце был совет. Очень хороший фильм. Дорогие друзья, я пытался вам не раскрывать особо сюжет, чтобы вы смотрели с наслаждением фильмы для всей семьи. Вы садитесь, смотрите, вот всей семьёй, это здорово. Да и, как я говорил, не важно. Если нет детей, посмотрите сами. и в первую очередь его нужно смотреть взрослым. Не детям, взрослым, потому что взрослые вот там, вот за окном, стали слишком жестокие. Они не уважают жизнь, не уважают и не ценят животных. И такие фильмы обязательно нужно смотреть. Такие фильмы нужно крутить в кинотеатрах, такие фильмы нужно показывать детям, нужно крутить по телевизору, в ютубах, везде, где только можно. А их стало очень мало. Еще хотел кое-что дополнить, дорогие друзья. У некоторых из этих фильмов есть продолжение. Ну, допустим, например, Марли и я есть вторая часть, Доктор Дулиттл есть частей 5, Бетховен тоже частей 5-6, Пеликан есть ремейк, еще что-то. Ну, в общем, у многих из них есть вторые части. Третьи, четвертые. Я вам советую смотреть именно те части, которые сказал ранее. То есть, вот есть Бетховен 1-2, смотрите только их. Почему я не советую третьи, четвертые, пятые, да? Потому что там уже полностью сменился актерский состав, сменилась собака, сменился год производства. Это уже, знаете, как сказать, это осталось название, но в фильме ничего нет из прошлых частей. И, как правило, эти фильмы уже, они не такие качественные. Поэтому смотрите строго те фильмы, которые вот по списку я вам посоветовал. Уверяю, вы не потратите, вы не пожалеете потраченного времени. Это прекрасные фильмы, они наполняют наши сердца добротой, они помогают стать нам краше, лучше, чтобы мы были добрее, в первую очередь, к животным, к животным, к людям, хорошим людям. И людей, редисок тоже учили доброте. Доброта, мир на этом строится. Нужно нам всем быть словно брат и сестра друг к другу. Мы все должны быть ближе. и эти фильмы нам обязательно помогут. Фильмы пересматривать я не очень люблю в целом, но фильмы о животных вот иногда просто хочется включить прямо из этого списка и посмотреть вновь и вновь. Они очень спасают. Вот вы часто пишите «Ой, здорово, спасибо, что показал нам новое видео про животных, про чуи там, про каплю». И вот меня спасают эти фильмы. Я также смотрю их и верю, что не все потеряно в этом мире, что мы люди, мы можем быть добрее, можем быть терпимее и конечно же можем иначе относиться к животным и уважать природу. Все, дорогие друзья, смотрите хорошие фильмы, смотрите добрые фильмы и пусть все в вашей жизни будет хорошо. Кстати, если я чего-то забыл, обязательно в комментариях напишите и посоветуйте. Может я не видел этого фильма и уже с вашей наводкой сам посмотрю и другим посоветую. Что-то еще хотел сказать и как всегда забыл. Вот всегда так, когда без подготовки делаешь видео без этого то ну ладно, значит это уже сюжет совсем для других видео. Всего вам доброго, хороших вам фильмов и будьте счастливы. Будьте добрее. субтитры